Добрый вечер! Сегодня у меня в гостях Александр Логинов, человек, который во времена далекие-далекие Советского Союза, нерушимой дружбы народов, служил гаишником. И был из той самой категории людей, которые сейчас по умолчанию абсолютно презренно, а в те времена он и вовсе нет. В те времена, когда гаи был хозяином на дороге, было даже вполне возможно обратиться к гаишнику за помощью, что сейчас в принципе недопустимо. Другая была жизнь, другая страна, и вот из той страны к нам примчался абсолютно живой, здоровый, дай бог вам здоровья, Александр Логинов, с которым мы вспоминаем о том, как же это было интересно. Здрасте. Добрый день, Сергей. Вы когда служить-то пришли? Служить я пришел очень давно, в 1982 году, во времена бодрствующего СССР. Товарищ Брежнев был еще в тот момент? Да, вот именно в тот момент, я пришел именно тогда, когда с ним случилось непоправимое, и мы еще курсанты стояли в оцеплении в районе аэропорта Внуково, и стояли так, чтобы видели мы друг друга, а нас с дороги не видели. И проезжали экипажи стран, которые приехали на похороны, и мы мерзли, но никто нам не помогал, никто нас не обогревал, не могли мы не развести костер, мы просто стояли и охраняли живой цепью дорогу от Внуково до Москвы. И приезжали делегации на похороны. Именно вот в этот момент я и пришел. А вы пришли, во-первых, после армии? Да, я после армии пришел. У меня было уже звание лейтенант запаса, так и окончил Рижское ледотехническое училище. И поэтому я пришел вполне уже на достойную должность старший инспектор ДПС. Я ни разу не был ни в сержантском составе, ни в каком, сразу был офицером. А почему вы сразу шагнули офицером, причем еще в старшие инспекторы? И какое учебное заведение ГАИшной вы заканчивали? Или это была школа дураков? Дураков, которая находилась и до сих пор находится в Расторгуево, где обучают 6 месяцев всем приемам и навыкам, скажем так, которые нам пригодились, конечно, в службе. То есть вы сначала любили родину и хотели в небо. В небо, в летный состав вы не попали и остались на земле ремонтировать. Потом поняли, что ремонтировать это бесполезно, поскольку старлейская должность это ваша пенсионная перспектива. И пошли в ГАИ. Или я что-то не так понимаю? Да. С одним маленьким но. В то время пойти в ГАИ, это было не просто так пойти в ГАИ. Во-первых, в СССР были два престижных высоты, куда хотели попасть мужчины из СССР. Это было софтрансавта и ГАИ. И туда был отбор очень непростой. Но в софтрансавта даже покруче было, чем в ГАИ. Да, да, конечно. Там заграница, а там были военные тайны и высокое звание советского гражданина за рубежом. Абсолютно верно. Не дай бог уронишь. Нельзя. Они должны были быть обязательно коммунистами и обязательно семейными. Да, семья оставалась в заложнике, иначе нельзя. Всегда, всегда. Было только так. Но вы пошли, тем не менее, из рижского летно-технического на землю, да еще тем более на подмосковную землю, через школу дураков в ГАИ. А вот когда лейтенант уходит из армии, это же уже само по себе проблема. Я в армии не служил тоже ни одного дня. Просто у меня было звание офицер запаса. И поэтому с армией я никак не был связан. То есть вы просто закончили гражданское... Гражданское летное училище, поработал три года во Внуково, и в 82-м году я уже был под козырек. А как вот этот переход из такой совершенно мирной жизни, но тем не менее в погоны? Тем более в ГАИ. А там еще конкурс, а там еще проблемы, а там еще бешеная анкета и масса всяких подозрений и вопросов. Нужно было преодолевать? Да, вы знаете, в то время в каждом подразделении был товарищ, замполит, просто сказать, чтобы было понятно. И вот этот человек, он просто был обязан в то время проехать по месту жительства поговорить с соседками, которые на лавке сидят. И просто узнать о человеке, ну, грубо сказать, ходит ли он пьяный, как он себя ведет просто в общественной жизни. — Заглянуть в душу и в личное дело. — Абсолютно верно. И плюс еще поехать на работу, поговорить с начальниками, поговорить с друзьями. То есть проверка была действительно серьезная, и поэтому попадали туда немногие. — Тем более на офицерскую должность. — На офицерскую должность, да. И поэтому как-то перехода такого особого не почувствовалось. Но это может быть еще связано с тем, что времена были попроще. Вот я просто хочу вставить момент. Когда я пришел работать, это был 10-й дивизион Минское шоссе, командиром был Борисов Владимир Дмитриевич. Так вот этот, знаете, был простой русский дядька, который жил в этой деревне и пешком ходил на работу. Он бы мог спокойно вызывать машину к себе, но нет. Он шел буквально где-то из деревни Кобяково километра до Минского шоссе, и там еще метров 600-700 до дивизиона. Так вот он, уходя на пенсию, у него был всего-навсего списанный ВАЗ-2101, который он выкупил после службы этого автомобиля в ГАИ. И старенький неприметный домик. Вот удел командира дивизиона, который был полковником милиции. Он ушел на пенсию. И поэтому больших таких, ну что ли, эмоций от перехода гражданской работы в милицию не было заметно для меня. То есть вы пришли из одних довольно строгих жизненных условий в другие довольно строгие, потому что все-таки внуковский авиационный отряд это было тоже не институт благородных девиц. Ну, конечно, да. Порядок был и там, и здесь. И дисциплина, которая была привита вам в скрупулезном отношении к своему авиационному ремеслу, она вам пригодилась уже, когда вы стали гаишником? Ну, знаете, дисциплина, да. Потому что в те времена, я могу сказать абсолютно правда и откровенно, что не было такого рвачица на дорогах. И отношения между инспектором и любая категория водителей, хоть таксисты, хоть там частные водители, военные, неважно, абсолютно, оставались абсолютно на другом уровне. — Вот вы когда получили погоны, стали офицером милиции, вы почувствовали на себе какую-то вот социальную значимость, что вы были просто хорошим работником, а теперь вы еще за кого-то отвечаете? Был момент такой вот педагогической, наставнической затеи, когда замполит сказал, что помни, Саша, ты теперь за людей отвечаешь? — Замполит. Во-первых, все дело замполита сводилось к тому, чтобы позвать и сказать, Александр, ты пришел на такое место работы, где ты не только можешь думать о каких-то взятках и прочих, ты даже не можешь получить никакого подарка и ничего. То есть социалистическая законность, слова, которые висели на всех стенах и произносил каждый начальник и проверяющий, социалистическая законность. Это было все. — Ну, три рубля инспектору ГАИ, например, который Смоктуновский Женову из кармана достал в берегись автомобиля, они страну не изумили, потому что страна знала, что да, три рубля. — Ну, я могу сказать о том, что вот работники, допустим, районных отделений, которые работали в районе, в районке так называемой, те практически даже и трояка не видели, потому что район есть район. Он сегодня поимел, завтра знает соседи, завтра знают какие-то знакомые. До этого доходит обязательно до начальника подразделения. И здесь оставалось только одно — переходить или в отрезвитель, ну или в патрульную службу. Поэтому там практически этого не наблюдалось. — На больших дорогах, да, ситуация была немного, ну, скажем так, немножко другая, потому что здесь в Москву стекалась вся продукция со всех южных регионов, из-за границы, отовсюду. То есть все шло по дорогам и все шло через посты ГАИ, которых было в то время очень много. Их настроили как раз к Олимпиаде, и стояли они, вот, допустим, на Минском шоссе, я вам могу сказать, что... — У нас вся страна была в блокпостах. — Да, вся поста была именно к Олимпиаде для того, чтобы следили четко за передвижением иностранцев именно по стране. И вот так на Минском шоссе посты были 27-й, 39-й, 45-й, 64-й, 72-й, 86-й, 96-й и так далее, вот до самой Смоленской области. И на каждом посту стоял инспектор и четко регистрировал каждый проходящий иностранный автомобиль и количество лиц, сидящих в нем. — Такой СМЕРШ. — Да, но я немного отклонился от того, что хотел сказать далее. А вот на больших трассах инспектора тоже не очень любили общаться, скажем так, с местным населением. Их больше всего устраивали так называемые деловые люди. — Ну, во-первых, транзитники, они безопаснее. — Да, которые ехали издалека. — Ну, вот в данный момент, я так понимаю, светлый образ безупречного инспектора ДПС начинает потихонечку меркнуть на большой дороге. Об этом после новостей мы как раз продолжим с самого интересного. Александр Логинов, инспектор ГАИ времен СССР. Мы вспоминаем ту самую жизнь, которая сейчас по удалении в исторической перспективе кажется совершенно блистательной. Инспекторы ДПС — это были святые люди. Они не брали... Ну, только в кино один раз пытались взять «Берегись автомобиль». В остальных случаях они не брали вообще, за очень редким исключением тех, кто стоял на больших трассах и контролировал поток товаров, идущих на столицу. — Так вот, ехали огромные фуры серии «Ода», «Одесситы», «Сел», «Осетины», «Чиз», «Чик», «Чечены», «Дак», «Дар», «Дагестан». — Это когда еще были номера черные, те самые маленькие таблички. — Конечно. И вот огромный автомобиль, который, скажем так, пятитонник, он мог везти от 10 до 12 тонн. Вот поэтому они кормили инспекторов на этих постах, которые ждали их, знали их. Инспектора знали этих людей в лицо, люди эти знали инспекторов в лицо, и поэтому, если шел караван из 7 или 8 машин, инспектор уже знал, сколько денег едет. — Ну, давайте скажем так, да. Останавливался последний автомобиль, платил за все прошедшие спереди, потом они в процессе... — Сколько платил-то? Ставки же были? — Ну, конечно, 3 рубля с машины. — 3 рубля с грузовика? — Да. — Вне зависимости от загрузки? — Загрузку никто не проверял. Именно за этот трояк никто не проверял их загрузку. — А прицеп? — Прицепа не было. Шли только одиночки. Самые... Для того, чтобы побыстрее ехать, поманевренней. Он вез столько, сколько и полуприцеп. Вез в одном одиночном КАМАЗе или МАЗе. И МАЗ в то время обязательно должен был быть с Икарусовским мостом. То есть снимали мост от Икаруса для надежности, потому что МАЗ не выдерживал. КАМАЗ еще кое-как мог ехать. Но при такой загрузке, когда он начинал трогаться, у него просто передние колеса отрывались от земли. То есть настолько была загружена автомобиль. И утеплена будка. И то есть все эти... Ну, вся продукция, чтобы не замерзла и досталась на рынок в Москву и в остальные города. — Это зима-лето? Любой сезон? — Любой сезон, абсолютно. — Осенью это что-то сельхозпродукция, к Новому году мандарины, а по весне? — Да-да-да. Начиналось все буквально с апреля, с конца апреля, когда шла редиска. Шла на Ленинград, на Москву и в остальные города. Вот. Это молодой редис. Тогда только там выращивали. Не было. Китайцы здесь не выращивали у нас в теплицах. Все. Это был настоящий продукт. Вот. Поэтому везли во все города. Именно вот эти автомобили. И вся бухгалтерия у этих автомобилей находилась у него под сидением. Куча путевок. — У последнего? — Да. — То есть головной шоу в зал дорога или у каждого? — Нет, нет. У каждого. Потому что эти автомобили приходили в колхоз, совхоз, куда-то еще. И отдавался, сразу новым отдавался человеку определенному, который платил директору этого совхоза в месяц тоже определенную сумму. И этого больше не касался этот директор автомобиля никогда. Просто получал в месяц деньги с этого авто. И они вот ездили так, как хотели. — То есть это был уже в тот момент частный извоз? — Уже в частный извоз, конечно. — Это был частник-дальнобойщик нелегализованный. И он выкупал урожай. — Так или иначе, приезжал на грядку, покупал там, оптом загружал и уже на свой страх и риск вез тому, кто примет у него товар в Москве. Потому что он же не был продавцом. — Да, конечно. И поэтому в те времена я слышал от многих водителей, которые перегоняли новые автомашины, говорят, что дежурили эти горячие ребята непосредственно у заводов Камаза и Маза. И буквально в первом же кафе им предлагали. Давали денег, в районе от 5 до 10 тысяч тех денег. И говорили, что буквально через 5 минут, подавай в угон, это уже настоящий угон. То есть, скажи правду, зашел попить кофе и выходишь, машины нет. Вот только дай нам 5 минут и все. Такие случаи были. Очень ценились новые Камазы, Маза. Именно только для этого. Таких машин было, поверьте, очень много. Трасса была ими просто забита. Именно вот такими, ну, скажем так, тех, которые кормили нас. — Отчастниками. — Да, отчастниками. Вот. Еще один небольшой случай, опять же, из дальнобоев, да, которые уже люди серьезные и все, даже вот эти деловые молились на то, чтобы попасть в софтрансавто. Кунцево-2 и в Москве и прочее. У них было, ну, естественно, там работать хотел каждый, потому что в те времена хороший видак менялся на «Жигули». Абсолютно спокойно. То есть, может, в те годы мог произойти обмен видео на автомобиль. И один случай, просто хочу вам рассказать, он о многом даст понять, что такое, как держались люди за эту работу. Однажды около восьми вечера на пост обратился водитель, замечу, московского автомобиля софтрансавто, большой, Кунцево-2, и попросил переночевать около поста. Мы не поняли, в общем-то, юмора. И говорим, да, пожалуйста, какие разговоры. Он немножко обжился у себя в машине и пришел на пост, ну, хвастаться или как-то еще, принес там ручки, зажигалки. Там раньше это все очень было в ходу, да. И тогда уже у нас вопрос. Мы говорим, слушай, почему домой не едешь? Тебе осталось тут буквально, ну, 45-й километр Минского шоссе. Он ночует. Ему до дома осталось там 20 километров. Он говорит, ребят, ну, вы многое просто не догоняете в этой ситуации. Я должен был по графику приехать завтра в 10. Знает эта жена, она готовится так, что я приезжаю, как царь Гведон. И, поверьте, если я, допустим, ну, как изо всех анекдотов, приезжаю и застаю какую-то там картину пестрок дома, я этого просто не выдержу. А отсюда следует, что я просто автоматически развожусь и автоматически ухожу из софтрансавта. А это мне надо? Нет. Вы, говорит, многого не понимаете. Поэтому дайте мне спокойно, до 9 часов я посплю. И с чистым сердцем я приезжаю в Москву, где меня будут обнимать и целовать. Никакие рога, брошенные на пороге, он не найдет? Никакие. Абсолютно. Вот это о многом скажут, как туда хотели. И как держались. Тем более вы за границу по тем временам. Он был у очень ограниченного круга людей. Обязательно у каждого уважающего себя водителя софтрансавта был автомобиль «Волга». Только «Волга» и с дисками, которые блестели. Неважно, были они легкосплавные или просто колпаки. Но должна была обязательно «Волга» с колпаками издалека, чтобы они светились. Если не было «Волги», это был неудачник. Ни «шестерка», ни «семерка» не ценились. Иномарок не было. Да, иномарок не было. А на крыше стояла еще очень красивая антенна у «Волги», купленная в «Березке» за 12 чеков, либо ее аналог, привезенный за границей. Она была с легким стеклопластиковым напылением и светилась как то, что сейчас мы иногда принимаем за светодиоды. Это был «бах! Какая штука! Какая антенна!» Весь Тбилиси по нему с ума сходил. А на «Волге» это был обязательный атрибут, человеку, у которого все удалось, и внутри, у которого радиоприемник, по тем временам страшная вещь. Да, может даже автомагнитола, не только приемник. Ну, это типа космического корабля. Ну, то есть они любили хвастаться, естественно. Если магнитола, так это уже и джинсы, и кроссовки. Это был человек просто совсем небожительный. Да, да. А инспектор ДПС к этому всему относился? Мимо него проносилась целая жизнь, импорт за границей и 3 рубля. У инспектора ДПС были всегда друзья, даже не только софтрансавта. Вот у меня был свой друг, его звали Джованни. Он приезжал все время из Венеции. Я даже мог в выходной приехать и его просто с ним поздороваться, встретиться. И он привозил маленькие сувениры, которые по тем временам здесь казались, конечно, просто немыслимым. А сколько достижений-то? Да. Поэтому... Например, что? Вот это немыслимое достижение? Ну, например, впервые, когда еще только увидели по телевизору Альбара... Альбана и Рамина Пауэр. Да, и Рамина Пауэр. Он мне привез и фирменную кассету, именно итальянскую, и все, которая звучала и никогда не сжевала. Она у меня до сих пор лежит, допустим, у дома, как память об этом человеке. Вот. Он ездил всегда в шортах, независимо от мороза. И был очень такого худощавого телосложения. И когда уезжал из Москвы, его любимый жест всегда останавливался. Говорит, Саша, в Москве девочки и водка. Вот был его жест. И он спокойно ехал к себе в Венецию. И ровно через 26 дней он должен был быть опять на этом месте. И вот это была его машина, потом его сын, он тоже стал ездить. Но вот именно был рейс 26 дней туда-обратно. То есть можно было считать и приезжать с ним, чтобы увидеться. Но, Александр, если деловые, особенно те, которые за Кавказьем, были кормильцами на трассе, то софтрансавта в этой связи только зажигалки и кассеты? Да, те ребята были... Без денег. Нет, они были с деньгами. Прервемся на новости, потом продолжим. Да, да, хорошо. Мы с Александром Блогиновым вспоминаем, каково служиться было в ГАИ в советское время. Вот как раз мы дошли до момента софтрансавта. Итого, деловые, те, кто сам на своем собственном личном КАМАЗе в советское время, иногда даже с коммунистическим билетом партии в кармане, возил урожай и отстегивал гаишников, это был кормилец, а рядом престижно проходили колонны красивых, в основном мерседесов, софтрансавта, с которыми были дружеские отношения, в том числе потому, что это были такие жар-птицы с чужой планеты. Они просто проезжали мимо и своим светом озаряли действительность. Да, ну сказать можно про то, что для любого гаишника было престижно дружить с водителем софтрансавта. И наоборот, для любого софтрансавта было у себя в гараже, в Кунцево, по приезде рассказать, что у меня здесь столько друзей, здесь столько, да мне все по одному месту. И было как бы взаимозачет в этом плане. А насчет того... То есть деньги не фигурировали в этих отношениях? Деньги не фигурировали, да. А от вас-то какая помощь? Вот от того, что он едет на опломбированной тировской машине, и что? Вы можете ему только что, увеличить нахождение в пути? Ну, хорошо, маленький пример. Была гостиница Иверия, поселок Голицын, тот же Минское шоссе. То есть этот товарищ мог приехать с подругами, неважно с кем, да, приехать в Эверию, ресторан. И потом, конечно, не так, чтобы он говорил, что я поеду пьяный обратно, ребята, вы меня не трогайте. Но он мог попросить кого-то, моего сослуживца с поста ГАИ, сказать, что сядь за руль, довези меня до дома, я тебе заплачу. То есть, а какой он-то получал просто его престиж с теми же самыми его дамами, как возрастал, что его какой-то ГАИшник даже отвез. А ГАИшник имел с этого денег, ну, пусть там 50 долларов или, ну, примерно так. Ну, 50 долларов по тем временам, несмотря на то, что курс 60 копеек за доллар, советская власть установила раз и навсегда. Это было много. У кого какие были друзья, может и много, может и нет. Вот. Плюс еще какой был, допустим, ГАИшникам от них опять. Вот все знающие уже, бывалые ребята набирали на свалках старую резину в Германии. Та, которая не нужна никому. Там протектора на одной стороне есть, на другой немного нет. Или, ну, бывало, не попадалось хорошее. И они вывешивали эту резину над фургоном на своих рогах, на этих, так уже делали специальные слеги. И вот они везли эту резину. То есть каждый инспектор, который увидел, что такая машина идет в транспорт, он мог остановить, попросить на свою автомобиль резину. У него было очень много сзади набросано между фурой, там было место. И каждый выбирал вот, ну, себе за абсолютно практически бесплатно, практически, ну, за какие-то совсем маленькие деньги. Но он все равно набирал со свалки. И считалось, что это он делает великое дело. Резину никто не видел, потому что до, скажем так, 90, ну, может, второго года, ведь не знали, что такое зимняя или шипованная резина. Ну, просто не знали. Зимняя-то никакая не продавалась? Просто была. И летнюю нельзя было купить? Да, просто была универсальная, скажем так, всесезонная, как называли. Хотя такой резины и... И по сей пору нет ее. Да, и вообще в природе не существует, как это. А вот они вот этим еще, скажем так... Сначала М-108, потом БЛ-85, которая шла за всесезонку. Но поскольку в СССР не было свободной продажи резины, аккумуляторов, аксессуаров, любое привезенное оттуда, пусть даже поношенное, это было бесценно. Это было бесценно, да. Ну, что, это была наклейка и прочее. Александр, вот, тем не менее, красивая картина того, как мимо вас пролетала жизнь, но вы были человек в погонах, у вас были обязанности. Скажите, план по нарушениям тогда был? Да, конечно. Без всякого сомнения, план был. И если... Ладно, человек просто, ну там, скажем так, беспартийный, но если это был коммунист, его вызывали на партсобрание, его чехвостили, хвосты в гриву. Если он не имел, хотя бы там, не выловил, скажем так, не вывел одного пьяного за месяц. А вообще, какой план был за смену? Уходили до дежурства и по результатам дежурства какая отчетность? Ну, вы знаете, не было такого строгого плана, потому что работа была разная. Инспектор на посту мог целенаправленно останавливать, выявлять нарушителей. А те, которые подвижной состав, вот я работал в экипаже, и все нарушения, ну не нарушения, а, скажем, оформление ПДД приходилось самому оформлять. Вот был случай, когда просто я один сбили женщину вот на бетонном кольце в районе Голицыно. А вы сами понимаете, когда сбивают, человек пожилой, то есть там все, внутри все обрывается, все, ну человек, он как, это глубокая ночь, нет никого. Вот лежит женщина, машина скрылась, все, я один, делай все, что угодно, но ты должен оформить все как надо, отвезти сам на любой машине, хочешь на себе, неси, хочешь останавливай, как угодно. Машина была у вас в этот момент? Машина была, служебная, но человек, когда его задавили на дороге, большим автомобилем, переехал через него, он, из него все там... Человек погиб, и при этом выглядит очень непрезентабельно. Непрезентабельно, да, его просто положить в такую машину, потом отмывать не отмоешь. Сказано не потому, что какое-то там брезгливое отношение, а просто это на самом деле так. Вот, и приходилось все делать одному самому, никто не помогал. То есть мог остановить, да, мне было право остановить любую грузовую автомашину, попросить, написать в путевке, вместе с ним отнести в морг, положить, написать ему там доброе какое-то пожелание, и все, на этом все заканчивалось. И тем не менее, про план. Это неприятность, а вот когда у вас работа не связана с тем, что у вас трупы каждый день... Я просто к чему сказал, что вот бывали такие смены, что я просто не мог принести нарушителей, потому что был занят вот оформлением ДТП. Вот, а вообще, конечно, по итогам месяца всегда проводилось начальником смены, он смотрел, у него был график, был свой журнал, в который заносились вот... Я мог ему по телефону сказать, что у меня сегодня столько нарушителей, он записывал, что, допустим, я отвез пьяного пешехода в отрезвитель, это приравнивалось к пьяному водителю, тоже было очень, скажем так, по работе хорошо. Вот я, кстати... Но это было доброе дело. Это было доброе дело, да, мы, в общем-то, его, можно сказать, спасали. То есть в план попадали в том числе и добрые дела, когда вы подобрали человека, не дали ему погибнуть под колесами? Ну, скажем так, да, конечно, планы не попадали, но были опять свои тонкости. Ну-ка, ну-ка. А в то время, вы знаете, что вот это малое бетонное кольцо, и там воинских частей, оно для этого было создано, чтобы мог любой там округ или воинская часть, выехав на это бетонное кольцо, попасть в любое направление. То есть под Серпухово воинская часть могла по бетонке проехать в район Ленинградки и уйти на Ленинград. Для этого оно было как бы... Для передислокации войск, да. Да, да, вот. И к чему этот разговор, то что... Мы все пытаемся с планом нарушений справиться. То, что я вам говорю, что было много вот этих воинских частей. Если инспектор записывал в карточку учета нарушений водителя военного КАМАЗа, неважно, УАЗика, и писал просто воинская часть, такая-то, такая-то, пять букв. Ну, ни один проверяющий, ни один никогда этого не проверит. Было, не было. Не было, конечно. И вот на этом-то выезжали, ну, практически все. Ну, что такое воинская часть? Ну, да, воинская часть. Ворота закрыты, и все. Два ворота закрыты, это одно, а потом местонахождение, он не обязан его рассказывать, и все. Воинская часть такая, это Москва. На этом все заканчивалось. Таких четыре-пять нарушителей можно было спокойно сдать. И все. Не было по деньгам никакого плана, вот это абсолютно точно, просто такого не было. Ну, тогда государство не занималось строительством вертикали. Да, тогда такого не было, и поэтому работали спокойно. Просто все было на доверии, на отчетности. То есть я сказал, что у меня столько нарушителей, все это дежурные смены верил. И, кстати, к слову сказать, в 85-м году я был признан лучшим инспектором ДПС 10-го дивизиона. Вот. Хотя я и не старался, и особо не, как бы, просто делал, что должно. И было, что было. Всего через три года после того, как вы стали гаистиком? Да, вот получилось так. Правда, один раз это случилось, но зато после этого я вот как раз стал вместо инспектора на посту, я пересел на автомобиль, на служебный, вот который именно на подвижной состав. То есть это считалось тоже более престижным. Не сопли морозить, а уже кататься на машине. Ну, кататься, да. И когда кататься, когда оформлять ДТП. Так а сколько в результате план был? Ведь он спускался или нужно было просто достичь какого-то показателя? Вот план, он как выглядел? Даже пусть будет дочекосвенным. Сколько там протоколов или чего? Протоколы не составлялись. Была карточка учета нарушений, поэтому я говорю, что там спокойно вписывалось любое, даже любого человека. Какая-то цифра была? Ну, пять-шесть. В месяц? Нет, пять-шесть нарушителей в день. Но это не обязательно пьяных, это просто там... Разных? Разных абсолютно. Абсолютно. Даже если, может быть, помните, были такие штрафные эквитанции. На рубль. Были. И на три рубля. Синенькие три рубля, желтенькие на рубль. Так вот на рубль это было штрафовать пешехода, если он неправильно пешеходный, да, прошел. Там... Нарушил правила, да. Нарушил правила. Ему выписывался рубль. Ну, так все старались инспектора взять эти рублевые квитанции для того, чтобы какого-то нарушителя на три рубля штрафовать за превышение скорости. И тут же их разделить на три пешехода и сказать, что у меня вот три выловленных пешехода. А написать можно было, давайте я скажу так, может, это анекдотично, но мы подъезжали, там есть большое кладбище. Мы подъезжали, списывали имена, чтобы не думать, даже не заморачиваться, списывали имена, вставляли в карточки и говорили, что это нарушители. Это не кощунство, это просто было так, потому что потому, никому это не мешало. Когда штрафовали водителя и выдавали ему квитанцию синенькую, у него отбирали права и он должен был до конца смены приехать с квитанцией избиркассы. Нет, нет, нет. В более позднее время. А в ваше как? В наше время нет. Просто ему выдавались на руки вот эта квитанция с надрывом. Он ее брал себе. Оплатить, не оплатить, вы уже не знали. Нет, нет. Почему? Он мне... С рук на руку передавались деньги. Я ему даю этот штрафной талон, он мне отдает 3 рубля. Все. На этом заканчивалось наше отношение. Он уезжал, у меня была составлена карточка учета нарушений. Все. Он отдавал 3 рубля. Если я брал, насколько я брал у старшего смены, на некоторое количество денег я брал этих талонов, я должен был их возвратить, эти деньги. Под каждый талон принести деньги. Да, конечно. Потому что в более позднее время придумали, когда нужно было уже до конца смены успеть, и тогда твои права ты получал не в группе практики, а непосредственно там же на посту. Да, вот тогда я уже не работал. Просто я застал, видимо, более щадящие времена. Поэтому я говорю, что, ну, люди были проще. Ну, сказать, если... Жизнь была проще. Жизнь проще. Я же рассказывал, как что выручал. Ну, что нажил этот командир батальона, на котором была дорога от 19-го километра до 156-го. Вы представляете, какая территория Минское шоссе? И дядька ушел. Ни с чем. Со списанным 2-2,2,0,1, даже не там ни с 13-й, ни с 11-й. И домик старенький, полуразрушенный. Все. Вот так. А до какого звания вы дослужились в ГАИ? Я ушел в 92-м году, отработав 10 лет, ушел капитаном ГАИ с окладом 215 рублей. А почему ушли? А вот почему? Потому что времена были очень тяжелые. И заработать на квартиру было просто невозможно. И никто квартиру не предлагал, в отличие от теперешних времен. Мы знаем, как их, да? Когда дают квартиру за... Ну, сейчас на Болотную площадь сходил и получил. Абсолютно верно. К этому я и вел. Кстати, посещаю я Болотную площадь, как там, не знаю что. Там квартиру точно не дадут. Там не дадут. Да, и вот в то время мне просто пришлось... Семейная жизнь потребовала уйти из ГАИ. Семейная жизнь потребовала, чтобы я ушел. Удивительная ситуация. Перерыв на новости. Александр Логинов отслужил 10 лет в ГАИ с 82-го по 92-й год. И в звании капитана с оклада в 215 рублей, это плюс выслуга, вы ушли из ГАИ и, судя по всему, сильно изумили многих. А сейчас вот те, кто нас слушает, они вообще не понимают, как можно уйти из ГАИ. Ведь тогда это не было золотым дном. По крайней мере, для очень многих это была просто работа. И вы оттуда ушли. Это не было абсолютно не то, что золотым дном, но это было... Да, это работа и нелегкая, скажем так, чтобы... Ну, простой пример, допустим, смены были такие, что надо было приехать в ночь к 8 вечера, а утром меняли только в 10, то есть смена получалась там чуть ли не 15 часов. Вот. Ну, это одна сторона медали, а другая то, что ни о каком заработке на квартиру речи вообще не стояло и не могло быть. Ну, вообще-то в советское время на квартиру мало кто зарабатывал, обычно получали. И был момент, когда сотрудникам внутренних органов им давали квартиры. В том числе за выслугу, особенно когда человек уже становился майором. Знаете, нет. Опять же, все зависело от отношения руководителя подразделения с местными, скажем так, с местной властью и отношений их. То есть мог выбить командир батальона или дивизиона, мог выбить для своего сотрудника квартиру. Но это единичный случай. То есть и сотрудник должен быть к нему, ну, неровно дышать, один к другому. Поэтому для остальных всех могли дать какое-то общежитие непонятное, которое с колопами в полуподвальном помещении. Да, это еще могли. Остального никто ничего не обещал. И руководство даже более высокое говорит, что нет, ребят, квартиры, об этом даже здесь вы не заикайтесь. И поэтому пришлось уйти там, где пообещали и действительно дали жилье. Ну, совершенно уже мирная профессия была. Вожжная профессия, да. Я возил директора предприятия. То есть вы просто пошли водителем? Просто пошел, да. Ну, лично водитель, не просто так водитель, ну, скажем так, персонально. Вот, потому что... Но 92-й год, это развал Советского Союза и начало бандитских коммерческих отношений строительства капитализма, он тоже не гарантировал квартиру? Пулю в лоб уже можно было, а квартиру еще вряд ли. Вы знаете, это было место, это был Нарфаминский шелковый комбинат. Кто, если сейчас слышит из Нарфаминска, они прекрасно понимают, о чем я говорю. Там было куча общежитий, ну, довольно достаточно крепких домов и квартиры более-менее нормальные. То есть, ну, это было какое-то жилье. Это было абсолютно... Ну, лишение проблемы, по-любому. Да, оно называлось общежитие. Я, на самом деле, я жил, допустим, один в большой квартире сталинского такого, даже еще царского постройки, переделанной из бывшего, там, раньше, где жили фабричные люди. Там один коридор был 15 метров, можно было кататься на велосипеде. 12 метров кухня, и все было просто... Жизнь началась. Жизнь. Скажите, Александр, а на каком этапе своей жизни вы получили водительское удостоверение? А вот водительское удостоверение я получил... Своё первое я получил аж в 75-м году, сам выучив наизусть правила, и поехал в Голицын и сдал на мотоцикл. То есть в 75-м году, когда мне вот исполнилось 16 лет, я получил своё первое водительское удостоверение на мотоцикл. И уже в 81-м году у меня были, отучившись там... В ДОСААФ. В ДОСААФ, да-да-да, получил категорию С, Б одновременно, ну и потом в итоге Е. Вот. Ешка стала у вас сразу на всё, и на С, и на Б. Ну, да-да-да. Пойдем, сейчас-то это отдельная категория. Ну, да, то есть такие права водительские на автомобиль с 81-го, и надо сказать, что ни одного года не было такого, чтобы я не был за рулём. То есть вот все-все на протяжении всех этих лет, ну, постоянно, практически постоянно. А вот когда вы стали работать в экипаже, вы за рулём какой машины ездили? ВАЗ-2101. А как с обслуживанием было, с материально-техническим снабжением? Вы знаете, скажу так, что машины, интересно, как машины, автомобили поставлялись в ГАИ. Если машина с виду, первая модель, самая простая, то внутри двигатель обязательно, третий или шестой, это минимум. Если ГАЗ-24, то там двигатель стоял от чайки, огромнейший, в тех впихивался туда пружины составлялись. В том числе и в ГАИ? Да, абсолютно, я про ГАИ говорю, именно машина оттуда. Вот ВАЗ-2101, роторная, первая, которая была, это был такой пулемёт, что просто она могла 160 ехать. Страшно было, но ехала. Страшно ехала, вот такие автомобили были. Обслуживались, просто приезжали в любой знакомый сервис, выписывался счёт и машину обслуживали. У Безналовы уже через управление всё шло. Да, 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 то есть вот таким образом. И талоны на бензин на смену. И талоны на бензин на целый месяц, а там как хочешь, так и... А почём были талоны, номинал какой? Литр почём тогда в СССР стоил? Напомните этой стране. Давайте, давайте расскажу. Траната уже не помнит, что у нас было топливо дешевле, чем лимонад. Да, лимонад, конечно. 40 копеек стоил литр 92-го и 30 копеек 76-го бензина. А 40 копеек литр стоил в 92-м году, а в 82-м, когда вы пришли в ГАИ? Это уже Горбачёвские 40 копеек были, потом 42, когда туда налог ставили. Хорошо, тогда 20 и 15, я так понимаю, что вот такие были деньги. Да, 20 и 15, а вот до того, в конце 70-х годов, когда... 7 копеек, был бензин 76-й. Да, да, о чём мало кто знает. Потому что вот как раз я и заправлял свой мотоцикл по 7 копеек за литр. Бак Ява тогда был, по-моему, 13 литров. Ява 350, 360 модель или модификация. Ява 350, модификация 360. Ну, Ява по тем временам, это приблизительно то же самое, что сейчас Бентли, вообще-то. По уровню крутизны, это не то, что все девки ваши, Александр, это практически вся улица с аплодисментами и цветами. Я про девок умолчу, но то, что у меня папа был военнослужащим, и поэтому достаточно прилично он зарабатывал. Когда уходил на пенсию в свои годы, он сразу... Вот тогда-то мы и купили свой первый автомобиль. Это был... Вот, и был как раз 81-й год. Купили в Южном порту автомобиль Москвит 412. О-о-о! Подержанный. Да, вот этот наш. Со скамейками, которые... Как подушки. Вот, купили этот автомобиль первый. А почему брали? Южный порт, это ведь такое своеобразное место было. 7200 рублей. Практически как за новый. Как за новый, да. Но вы забываете, что я вам могу сейчас напомнить историю, когда я тоже интересовался покупкой автомобиля уже в году. Вот сейчас, сейчас, сейчас. Это 85-й год. Вот. Стоил автомобиль в Южном порту, у вас 2106, 21 тысячу рублей. Абсолютно новый. Ну, учитывая, что свободной продажи тогда не было. Не было, конечно. И биржи тогда еще не было. И машину можно было только выстояв в очередь или путем интриг приобрести через долгие годы. То вот сейчас, да, 21, 23. 23, да. И плюс к тому еще, что очень по тем временам мы-то еще не раскусили, да. А вот Литва уже скупала у нас именно машину ВАЗ-2008, которую они называли утюгами. И никто не понимал, зачем покупать такую машину. Но те были ребята попродвинуть, и они, им, кстати, очень нравилось. И тогда же в Южном порту люди из наших восточных окраин пригоняли в великолепном состоянии 21-й Волги, продававшейся по цене, государственной цене, 24-ки. Она стоила от 9 до 15 тысяч. Вот 15 тысяч рублей стоила на излете Советского Союза Волга-Газ-24, но сейчас здесь 21-ю можно было купить за эти 15 тысяч в таком состоянии, в котором она с конвейера даже не сходила. Они умели тогда работать по-жестянски фантастически. Другой вопрос, какие дырки из нее были, выползая через месяц, но тогда армяне работали так по железу и так красили, что иногда даже хотелось купить. Не моглось, не моглось. И тогда же в комиссионке в Южном порту, вот на той самой площадке гравийной, где народ торговал, пригонял свои запорожцы, уазики, вожделенные, там в уголочке стояли машины у ПДК. И там очень долго стоял темно-шоколадного цвета Бюик по цене 40 тысяч рублей. И люди подходили с валидолом посмотреть, потому что представить себе автомобиль дороже, чем квартира, диплом, диссертация и дача вместе взятые, она была просто невероятна. Ну а в те времена еще про цены на квартиры-то еще мало знали. Ну кооператив уже был и представляли, квартира стоила 3, 5, 7. 3, 5, да, 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 конечно. А здесь 40 за машину. Перебор абсолютный был. Абсолютно, да. Ну был еще престижный ВАЗ-2707, так как он, ну как бы люди, кто его покупали, считали, что он уже заполняет декларацию, которой надо было больше 10 тысяч, уже должен был человек писать. И тот, который написал, считал, что он уже, конечно, обхитрил всех и купил себе автомобиль для Сигай и для других. Александр, когда вы были инспектором ГАИ, вам взятки предлагали? Конечно. А самая большая сколько была? Ну... В рублях? В рублях 50 рублей. А что нужно было такого натворить, чтобы предложить успех? Напиться пьяным всего-навсего. Ну 50 это даже много по тем временам. Вы сказали самую большую. Я поэтому говорю, что да, те, которые были более-менее состоятельными, те предлагали 50. А военный ящик тушенки. Им это было проще. Он мог отзвониться своему знакомому прапору, все, тушенка у них шла, да, большущие железные банки. Я не знаю, какого года. Ну вот так, да, так было. А трубочка Мохова-Шинкаренко была у каждого инспектора? Их было в наличии, конечно, у каждого инспектора. Поэтому любой момент можно было проверить. Александр Логинов в свое время капитан ГАИ. Да, многое я не рассказал еще, так что... В следующий раз. Спасибо. Спасибо вам.